добрый день наша вторая беседа на тему почему мы не христиане и сегодня коснемся самого главного какую весть о духовном мире о творце вселенной несут миру тора или христианство с другой стороны какие знания об этом мы можем получить через наследие берущие начало от адама авраама через храм и великих мудрецов дошедшие до нас первая основа всего она здесь начинаем цитирую прямо из первой главы книги рабиму шехейма луцато рамхаля калах питхей хохма 138 врат мудрости называется это как ехуд ха эйнсоф баруху единобытие эйнсоф это бесконечность непостижимость благословен он כי כבר ידעת שעצמות המצילת ברך אין אנו מדברים ממנו כלל והוא בעל הרצון אך כל מה שאנו מדברים איננו אלה מרצונו הכל יכול והבלתי תחלית שזה מותר לנו יותר לדבר בו וגם בזה יהיה לנו הגבול עדי חם נוכל להתבונן כדי לקמן Знание начинается с постулата. Знание, знаешь ты уже, конечно, что сущность Творца Благословенного о ней не ведется и речи завси, вовсе. Он является властителем первичного воления, воления, которое до сотворения мира еще, сила воления, которая привела к созиданию, сотворению мира со всеми его разнообразными подробностями и прочих миров. То есть об этом нету и даже намека о том, что сущность Творца что-то. Ну, о чем мы можем вести речь, пишет Рамхазм, это о его безграничном волении, некая первичная сила, мы можем об этом говорить, которая безбрежна, безгранична. Об этом мы можем уже рассуждать. И даже здесь также мы найдем ограничения, докуда понимание наше может дойти. В любом случае, в любом случае мы никогда не можем ничего говорить о сущности Творца. То есть все начинается с этого. Непостижимость сущности Создателя. Непостижимость сущности Господа. С этого все начинается. Если стирается эта грань, это понимание, а именно существование для человека непостижимого, и как бы высоко ты не приставился, какой высокой ступени ты бы не примкнул, ты всегда остаешься человеком с его ограниченными возможностями. Став частью гармонии, единобытия, ты являешься гармоничной частью, но ты никогда не можешь, не можешь приблизиться, ни пониманием даже, ничем к тому, что есть сущность Бога. А иначе Бог – это не Бог, и человек – это не человек. Понимаете? То есть, как только мы говорим, что какой-то человек, будь то называемый мессией, будь то называемый пророком, будь то называемый Сталином или Карлом Марксом, или каким-нибудь Рэбби, как только мы говорим, что он есть выражение сущности Творца в полноте, а такое говорится разному роду язычниками, идолопоклонниками, в этот момент разговор заканчивается, потому что Бог становится чем-то таким, маленьким, вмещающимся в человека, может быть, талантливого и выдающегося, и одаренного, и видного, и знатного, и, может быть, даже о нем каждый день сообщают телеканалы. Может быть, но как только мы это говорим, то мы полностью отвергаем Бога. Когда наши собеседники из христианского мира говорят, наш Бог Иисус Христос – это мой Бог, мой, как только они это говорят, они расписываются в полном язычестве. Это не какое-то там совмещение одного с другим, но как только люди говорят вот это, то они расписываются в полном безверии, в полном отсутствии понимания первооснов религии. «Религия не как наследие какой-то группы. У нас иудаизм, у них православие, а у тех суфизм, а у этих ислам, а этим вообще, да, кто верит в Магомета, кто в Аллаха, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта назло всем», – говорил Владимир Семенович Высоцкий. Мы говорим об истине, которая едина для каждого мыслящего человека. Нет у нее ни религиозного обозначения через какую-то группу, нет у нее, как вы понимаете, национальности, у нее нету первичная идея постижения Бога. С нее все начинается, ибо то, о чем мы говорим, это даже выше слова «Бог». Мы говорим о бесконечном и непостижимом, и что даже его первичное валение тоже бесконечное и непостижимое, очень важное уточнение Рамхалис. Но о нем мы уже можем рассуждать, что-то понимать, хотя бы в тех рамках, как это косвенно, через разного рода явления влияет на нас. Это первое утверждение, которое судьбоносно. Как только люди от этого отходят, они превращаются в... Да вот геноны приведите. Все, что он пишет о разрушении, о материи. Ибо ты, если ты говоришь, что человек, и не важно, кто он, и пусть это мессия, все говорят, что человек – это и есть Бог, то есть не Бог спасает мир, а человек спасает мир. А раз человек спасает мир, открываем широко ворота для всей вот этой безумной материалистической ереси, которая охватила мир. Глупости, ограниченности, вплоть до скотства. Вплоть до скотства. Как говорил Бродский, безверие – пустота, а чаще скотство. И объявление кого бы то ни было, кого бы то ни было. И мы здесь сразу оговоримся, есть среди наших соплеменников и даже выполняющих внешние обряды люди, которые утверждают, что их ребя – это воплощение сущности Творца. И те, кто так говорят, так говорят часть, так говорят часть любавического движения, есть любавическое хасидство, которое так говорит, частично, со ссылкой на определенное выступление Ирха Икала, это называется, их предводители еще аж 70 лет назад почти. Те, кто такое утверждает, они тоже общим хором, общим хором, краснознаменным хором провозглашают первичность идолопоклонства. Причем это не идолопоклонство в смягченном виде, в разбавленном виде, это просто, вот просто, вот оно, вот просто. Это не рылык, кстати, это не рылык. Идолопоклонство мы назовем все, что не признает Всевышнего как, во-первых, непостижимую сущность и как раскрывшуюся сущность Создателя. Это тоже важно сказать. Всевышний сущностно непостижим, а через свое творение раскрывал нам определенное, определенное качество. Качество это не целостность и не сущность, понимаем, да? Если я построил что-то, это не отражает мои сущности. Это лишь указывает на часть моей личности. Вот личность, как бы личность, так нельзя говорить, конечно, но условно обозначая как бы личность Творца, ее непризнание и попытка утверждения, что личность Творца раскрылась в каком-то из людей, это может быть индийский аватар, там тоже такое иногда говорят. Вот как только вот эта вот сущность Творца, мы говорим, раскрылась там, то на этом разговор о постижении, о духовном пути, он заканчивается просто. Он заканчивается. И может было бы на этом поставить точку, но нет. Мы договорились вести с вами интеллектуально честный разговор. Мы договорились, что здесь обсуждаем то, чего вы нигде не услышите, а иначе... Мы договорились, что толк наш ведется с нулем целых, нулем десятых, одной сотой процента. И только. Мы вообще не обращаемся к разного рода простым верующим, которым надо прийти и помолиться о здоровье кого-то. и просто успокоиться или сентиментально выразить себя. Человеку плохо, он расстался с любимой женщиной, ему надо пожаловаться на нее, тому, кого он называет Богом. Мы не разговариваем с ними ни о чем, вообще ни о чем. Нам им нечего сказать. Но то, с чем мы сейчас начали, это настолько важно. Это настолько запущено и непонимаемо сегодня людьми. А если только вы остановитесь, вот остановитесь, выключите, сейчас еще раз прослушайте, задумайтесь, ну задумайтесь. Вдруг вы поймете, что то, что сейчас было сказано нами, это и есть основа всего мировоззрения. Потому что как только в этой части, а это, в этой части нарушено все, все нарушено, все нарушено. Не может быть картины мироздания, если какой-то рэби или какой-то рэби из Назарета или рэби из Бруклина или еще откуда-то является в их глазах воплощением Бога. Как только мы это говорим, что это воплощение сущности Творца, и мы сразу же оговоримся, а то скажем, ой, а что же вы говорите такое, а где вот там вот божественное открытие. любое явление в нашем мире, любое, любая книга, все, что здесь происходит, оно связано с Богом. Либо Он не просто Творец, но Он еще и управляющий, всемогущий, всемогущий и управляющий. И, конечно же, любой из персонажей, выдающихся, кому поклоняются, в любом из них была некая искра Божья. А может, очень большой пламя Божьим можно назвать так. Наша задача только понять, где вот в общей картине мироздания каждый из них пребывает, если мы обсуждаем уже конкретные личности, конкретных персонажей. Если мы говорим, что это Мессия, мы должны понять, что такое Мессия. Сегодня же говорят, что для сегодняшнего человека Мессия, это тот, который придет, поможет вылечиться, поможет не платить долги, избавиться от банков и просто нормально жить. Вот что такое для них сегодня Мессия. Или какой-нибудь еще там предводитель, который всех побеждает, и вообще он въезжает на спортивные машины, и все прекрасно. То есть, вне всякого сомнения, что все персонажи, которых пытаются наделять божественными свойствами, в них было что-то. Иногда со знаком минус, иногда со знаком плюс, мы отдельно будем говорить, это уже подробности, понимаете, да? Это уже подробности. Каково место, например, Мессия? Каково место Мессия из дома Давида? Каково место Мессия из дома Юсефа? Есть ли страждущий и страдающий Мессия? Это есть ли такое в общей концепции? С точки зрения высшего принципа. Есть ли это? Но это уже подробности. Начинаем мы с того, что Бог это Бог, а человек это человек. И между ними существует связь. Есть Всевышний Бог, который сокрыт, непостижим. Он как Творец, как раз постигаем, познаваем, и этим мы занимаемся, мы изучаем его пути. Кстати, а при чем тут христианство? При чем тут христианство? Отвечаем. Сегодняшнее христианство, смею утверждать, что в 99 случаях, еще может быть еще 99% случаев, среди людей, которые объявляют себя верующими христианами, для них Иисус Назарейский – это Бог. В христианстве присутствует термина, как «богородиство», женщина, которая родила Бога. Присутствуют такие термины, как «гроб Господнен», то есть место, где убили их Бога. И еще очень много чего такого интересного. Это не только у христиан. Это не только у христиан. Есть такие явления и в разного рода восточных направлениях. Маймонида это еще описывал, что изначально люди, которые жили на земле, они были ближе к первичному осязанию, первообразному, они верили в единого Творца. Это знание было о Едином Творце. Со временем они решили, что удобнее к нему обращаться не напрямую, а через солнце, через луну, через те нужды, которые есть. И они больше и больше обращались через эти нужды, через мессианскую идею избавления, например. И начали забывать уже о Боге. И все это спускалось, спускалось, спускалось. И вот докатилось до поклонения материи. Или как наши мудрецы это описали в случае с посещением язычниками Авраама, они поклонялись грязи своих ног. Это то, что сегодня происходит в Соединенных Штатах Америки. Целуют ботинки. Причем тут христианство сегодня? 99,9 десятка. Еще как причем. Привожу вам пример. В одной из своих бесед, известной многим, по крайней мере. В те времена еще уважаемый в целом в православных кругах теолог Андрей Кураев на лекции в ответ на вопрос «Могут ли иудеи преподавать пророков Израиля христианам?» Ответил, что конечно нет, потому что у нас с ними расхождение по существу. У нас с ними расхождение по существу. Расхождение в том, что для них Бог – это непостижимый, непознаваемый, а для нас Бог – это личный Бог. То есть мой Бог, мой карманный Бог. Сказал бы Бажок, я бы еще понял. Идал. В одной из своих полемических статей я ему ответил на эту тему. Вот прямо так и ответил, объяснив. Он вообще не понял, о чем идет речь. Он мне потом еще ответил. Он вообще не понял, о чем. То есть не то, что привел какие-то доводы. Только православные – нет. У протестантов и евангелистов то же самое. Jesus Christ, our Lord. И когда они говорят «Lord», конечно же, пытливые евреи, которые интересуются этим, понятно, что когда они говорят «Господь наш Иисус Христос», они берут это из иврита, где сказано «Адунейну». Адунейну. У любавических хасидов тоже есть их и Адунейну, Мурейну, Воробейну. Ну, в самом по себе слое вообще ничего. Это «Господин наш». Я помню, как в Москве Любайческие хасиды как-то тоже это с большой буквы уже публиковали. И слово «Господин» в русском языке может означать с большой буквы и обращение к Богу. «Господь» тем более в русском языке, так оно принято. Изначально нет. Не «Господь, Господь». Просто «Господин наш» как «Учитель наш». Мы не просто так-то сказали, потому что мы туда сейчас еще пойдем. Но для начала выясните себе. В общем, тут просто не надо ничего искать. Просто все, что сегодня связано с христианством католическим, протестантским, восточно-православным, они верят в то, что Иисус, Он не просто Мессия, а Он Бог абсолютно. Более того, это во многих местах прописано. Это во многих местах прописано. А что такое, например, «Аве-Мария»? Вот мы слушаем замечательную музыку Шуберт «Аве-Мария» или «Бах-Вах-Гуно», знаете это, да? «Аве-Мария». Там есть «Матер-Дей». Что такое «Матер-Дей»? «Мать Господня», «Мать Божия». Дальше можете задать вопрос, а как они до такой жизни дошли? И как можно вообще хоть секунду пребывать там, где подобное существует, где существуют термины «Матерь Божия», где существует вера в то, что Иисус Назарейский был непосредственно Богом? Как можно? Как можно? Ответ очень простой. А вы посмотрите на коронавирус, как люди боятся. Вот так можно. Можно весь мир закрыть. Можно объявить святым Джорджа Флойда в Соединенных Штатах Америки. Можно. Это цивилизованная часть человечества так ведет. В нашем сумасшедшем доме можно абсолютно все. И люди принимают на веру любой мираж, глупость. Но! Это только одна страна. И мы, как вы понимаете, сейчас не пытаемся сказать, что у нас все... Я специально подчеркиваю, что внутри нашего сообщества тоже есть такие явления. Это свойственно людям в целом. Человекопоклонство свойственно. Превратить любого аребя или наставника в мессию, машеха – это человеческая наклонность. Естественно. Но, как и многие, низкие векторы человеческого существа. Они тянут нас вниз. Помните, в школе было... Вот кто тянет нас назад. Двоечники и прогульщики. Вот кто тянет нас назад. Они нас тянут из-под в материи, что нет Бога, а есть человек. А если человек может быть Богом, то тогда... Да, ну, можно сказать, тогда все дозволено, на самом деле. Об этом тоже подумайте, кстати. Но все не так просто. Вот все не так просто. Потому что наша задача сегодня – это не поставить их к позорному столбу. Наша задача – показать, во-первых, что мыслящему человеку там делать нечего сегодня. С очень существенной оговоркой. И мы сейчас займемся оговоркой. Мы сейчас займемся оговоркой. Ну что? Давайте все-таки разберемся корень этого всего. Что случилось? Как можно было дойти до Кураевской глупости? И это не только Кураев. А Lord Jesus Christ. Мы это слышим везде и всюду. И Mater Dei мы тоже. Может быть, кто-то когда-то понимал это не как Матерь Божия, а как Божественная, обожествленная Мать. Мы будем искать сейчас совершенно не шейминг, не позору для наших христианских собеседников. А мы сейчас прямо берем глубину основы их веры и покажем, что на самом деле следует предпринять на эту тему. То есть мы показали сейчас еще раз, почему мы к этим институтам не можем никак принадлежать. Никак. И никто к ним из людей, мы из нуля целых, нуля десятых, одной сотой процента принадлежать сегодня к этим институтам не может. Однако же давайте сейчас, как мы договорились, мы будем сейчас говорить здесь то, чего никто не говорит. И мы будем это говорить о христианстве. Давайте прямо зачитаем символ веры, православия, как он звучит. И это то, что обязательно для любого верующего православного. Звучит это так. Веруй в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца Неба и Земли, всего видимого и невидимого. В нескольких других варианах подчеркивается, что Бог как видимый или невидимый, и что Бог, он зримый и незримый. Сокрытый Эймсов и открытый, проявленный через Творение. Все то, что мы говорим. Все то, что мы говорим. Дальше в единого Господа Иисуса Христа, Иисуса Мессии, то есть Машеха, говорят они. Господу надо бы написать Господина из маленькой буквы. Ну хорошо, дальше пишется Сына Божия. Сына Божия, а не Бога. Сына Божия, причем это уже поздний относительный документ православной веры. Сына Божия, единородного, рожденного от Отца, прежде всех веков. Производное от Отца, в свет от света. В Бога истина, от Бога истина. И по всей видимости, слово Бог на русском языке, оно может писаться и с маленькой буквы. Бог как сила, элим. Если мы берем изначальную традицию восприятия. Далеко пошли. Что здесь важно? В исконном понимании. Мессия для них Сын Божий. То есть, производное от Отца. А Отец, Бог Отец, так называемый, это же что? Это высочайшая мера раскрытия. Так она называется, это есть мудрость. Но это не Эйнсов. Это не Эйнсов. Это производное от Эйнсов. Это уже процесс сотворения монаций. Эйнсов непостижимый, который нам раскрылся, как Отец. И то, что они называют, кстати, Мессию Сыном Божиим, ну а да, мы его так назовем. Вопрос, что такое Мессия, в чем его. То есть, как так сказать, свет от света, это сотворенно, а не первозданно. Это не сущность. Здесь нет ни намека, никакой претензии на то, чтобы сказать, сущность Творца это и есть Иисус Назарийский. Здесь этого нету. Понятно? В основе православной веры этого нету. Этого нету. Это есть почти везде сегодня, ну почти совсем везде. У любого христианского проповедника. Уже так давно уже так достаточно. Но мы сейчас с вами не ограничимся этим. То, что в книге Новый Завет нету ни намека, ни какого вообще даже упоминания близко идеи сущностного обожествления Иисуса Назарийского, это понятно. Там и Троицы никакой нету. Хотя идея Триады, так уж будет время, поговорим об этом. Единобытие, Эйнсов, а после этого вообще мир устроен через, как, по трем Триадам. Что можно сказать на эту тему? Что бы сказали о христианстве нынешнем его основателям? То, что ничего нету в Новом Завете, мы подчеркнули, а дальше, ну, про что говорил Максим Исповедник. Бог един, безначален, непостижим и обладает всей силой целокупного бытия. Он недоступен для всех сущных и не познается ни одним из сущих через свою естественную проявленность. Здесь написано все ровно наоборот. Теоретически некоторые христианские теологи признают, что действительно так. Но на практике поговорите с кем угодно, во что верим, в то, что Господь наш, Иисус Христос. Иисус, какая-то дама спросила меня, вы что, не верите в Христа? Ну, в смысле, вы, говорит, в Бога не верите? Понятно, да? То есть, для них есть человек, не верит в то, что Иисус Назарейский, воплощение всей сущности Божественного. Вот это важно. Не Божья искра, не Божья душа, и не, да хоть, говорите, пророческий дар, а даже какая-то степень мессианского раскрытия. Говорите. Это тема для другой. Это не язычество все. Это может быть ошибка. Но здесь просто корень абсолютно тухлый, когда говорят вот такое. А Максим Исповедников совсем иначе, например, учил их. Совсем иначе. Ну, не только Максим Амбре, и Иоанн Дамаскин. Ну, и вот, точное изложение православной веры. Там есть глава о том, что Божество непостижимо. Бога не видел никто никогда, и так далее, и так далее. Приводятся разные цитаты. Кстати, из книги Новый Завет. Кроме же самого первого блаженного существа, никто никогда не познал Бога. Разве только тот, кому он сам открыл. Никто только из людей, даже самых примерных сил, из которых, говорю, Херувимов и Серафимов. Вот именно касается сущности Творца. Но и не только. Григорий Палама писал то же самое. Ну, наиболее дерзко и точно сформулировал это Иоанн Златоуст. Какой же корень всех зол? Слушайте, какой же корень всех зол? Человек дерзнул сказать, я знаю Бога так, как сам Бог знает себя. Опаньки, опаньки. Каббалисты лают здесь же многие. И любавическое направление. И почти все христианство сегодня. Почти все христианство. Нужно ли обличать это? Нужно ли доказывать? Это явное безумие, непростительное безрассудство. Новейший вид нечестия. Никто никогда не дерзал, не помыслит, не произнести языком, ничего подобного. Подумай, несчастные жалкие. Кто ты? Кого исследуешь? Ты человек. А исследуешь Бога. Неужели, скажи мне, ты исследуешь Бога безначального, неизменяемого, бестелесного, нетленного, вездесущного, превосходящего все, превышающего всякую тварь? Но ты скажешь, я человек почтен и свободы. Ой, и свобода выбора, какая прелесть. Ты почтен не для того, чтобы употреблять свободу на прикословие, а для того, чтобы употребить эту честь на послушание. Бог почтил тебя не для того, чтобы ты оскорблял его, но чтобы прославлял. Оскорбляет же Бога тот, кто исследует существо его. Ну, мы говорим, да, мы сейчас, собственно, исследуйте. Это как курица попытается понять исполнение Рихтера М. 32 соната Бетхорна. Исследуйте. Если кто-то возьмет этот труд на себя, немножко посмотреть первоисточники христианства, то все увидят вот это. То есть, все, что сегодня вы слышите от знакомых христиан, причем и от простых верующих, и от иерархов, оно в самом основном пункте противоречит уже даже не только тому, что было раскрыто нам в Торе, в Танахе, в Библии, не только раскрытому им через Новый Завет, но и через отцов церкви и основоположников православного христианства, в том числе. Ну, и, впрочем, тоже. Можно было бы сейчас закончить это возгласами. Ну, смотрите. Ну, смотрите. 2 же 2,4. Кстати, 2 же 2,4, да. Ну, и понятно, что мы не христиане. Понятно, да? А мы проделаем сейчас разворот на 180 градусов. Разворот такой. То есть, то, что мы не христиане, это понятно, ибо вот все вот это, что они наградили, наворотили, оно не заслуживает внимания даже. Не взирая на отдельных просветленных людей, типа Владимира Соловьева, Владимира Сергеевича Бердяева. Киркегор тоже был интересным мыслителем. Дани Константин Леонтьева можно сейчас много кого привезти из людей, достойных внимания и изучения. Не о том еще. В целом, в целом, христианская доктрина в историческом ее аспекте, она провалилась. Она провалилась. Это уже мы показали в прошлой беседе. В главном споре историческом с Израилем вы примете нашу веру и только потом вернетесь. Израиль не принял веру и вернулся. Мы на этом спор закончили. Бог истории постановил. Мы видим, как они просто на 180 градусов развернулись в первоосновах веры. Мы видели это только что с вами. А для чем это, говорю? Для того, что люди, которые огульно отталкивают христианство, подумали вот еще о чем. То, что разного рода священники, политики тащили это все вниз, вниз, вниз. Да. Вплоть до определенного участия в Холокосте. Да. И это тоже надо сказать. А мы будем сидеть и просто говорить, какие они заблуждающиеся. И хвалить себя, что ли. И говорить, что мы победили. Мы на этом остановимся. То есть мы действительно считаем возможным такой подход. Это не мелко для нас. Это не постыдно для нас на этом останавливаться. Погладить себя и сказать, ах, а мы были правы, а они ошибались. Мы действительно хотим быть такими? Или все-таки наша цель и задача обсудить вместе с ними, как мы вместе. Как мы с этими людьми планируем усовершенствование мира. Производя эти идеи вместе, мы уже делаем первые шаги к избавлению мира. Что мы скажем христианам? Мы скажем, да слушайте, вот это вот, почитайте. Обратите внимание, что пишет Ан-Златоуст, оно могло быть просто калькой с разного рода еврейских традиционных писаний, которые доносят примердиальную традицию. Вот просто. Кстати, Григорий Павама нет. Ну, а коли так, давайте сядем и как-то обсудим это. Вернемся к первоосновам. А если мы вернулись к этим первоосновам, может быть, у нас есть общая платформа какая-то? Если вы людям покажете вот это и объясните важность, у них будет уже озарение. Вы уже очень много этим добьетесь. Если сможете вытащить вот эти заблудшие души из пут такого заблуждения, фундаментальнейшего, вы этим самым построите что-то в грядущем Иерусалимском храме. Потому что это и есть усовершенственное исправление. Мы коснулись сегодня самого главного и сущностного. Не ради того, чтобы сокрушать. А ради того, чтобы усовершенствовать и строить. Те, кто поняли хоть частично, что это такое, с ними произойдет внутреннее землетрясение. Те, кто вдумаются. Все, что было сказано, можно проверить по источнику. Я даже Рамхаля привел того, который переведен на русский язык. Не для того, чтобы проверять меня, а для того, чтобы углубиться, почитать, что было до, после, еще лучше изучить контекст. Посмотреть, где мы живем. И отсюда вовсе не следует, что все писания, как у Иоанна Златоуста, они являются последним словом. Мы можем отдельно показать его несостоятельность в других вопросах. Но это те люди, которые у истоков христианства. Эти люди у истоков христианства. И Иоанн Дамаскин, и Златоуст. Это люди, которые у истоков. А те, кто истоков, мы должны задаться этим вопросом, что происходит, почему это так. Почему это так. Почему до сих пор 99% к этому абсолютно глухи. При том, что если вы обратите внимание, то иногда такие цитаты, да, попадаются. Они иногда, да, присутствуют в разного рода изысках православных, патолических, претестантских мыслителей. Давайте на этом остановимся. Давайте на этом остановимся. Остановимся на слове надежды. Что нет, нет, не все так тухло вокруг. Нет, не все так запущено. И что, когда мы разговариваем с христианами, мы укажем на те самые корни в их учении, которые прямо, прямо соприкасаются с древом жизни. нет, не с целью кого-то уважать и не с целью возносить себя. Ровно наоборот, а с целью постижения истины и необходимых изменений, которые мы вносим в этот мир словом правды. То, что вы сейчас услышали, вы нигде не услышите. Поэтому продолжайте, продолжайте, продолжайте свои поиски. Идите вперед. Толкайте нас вперед все. Если кто-то из ваших друзей захочет подписаться на канал, рекомендуйте ему. Можете оставлять свои заметки, сообщения. И всем я вам желаю доброй веры. Всего доброго. Продолжение следует...